Девушки отдыхают Девушки отдыхают Просто надо там подруливать, что-то на волнах качают Могут быть перевороты, у меня их ни разу не было еще Начнем с картинга Это соревнования на простейших гоночных автомобилях без кузова Подробнее в следующем сюжете Будущие асы картодромов готовятся к тренировке Настраивать свой мини-автомобиль Это тоже часть занятия Надо проверить давление в шинах Газ, сцепление, тормоз и многое другое Важное для скорости и безопасности в гонке Малыш пришел на тренировку со своим старшим братом и дедом Будет он автогонщиком или нет, вопрос Время покажет Но интерес к увлечению взрослых проявляет изрядный Вот это выхлопная труба Это чтобы выхлопная труба не лечила Вот для этого эти трубы Да, они держат эту выхлопную трубу Карт – это небольшой автомобиль Который состоит из рамы мотоциклетного двигателя и сидения Считается, что его лет 60 назад придумали американские летчики Они строили из подручных материалов маленькие машинки И устраивали на них гонки по летному полю Американцы заразили новым спортом весь мир Первые карты были до нельзя просты по конструкции Рамы сваривали из водопроводных труб Колеса ставили от моторолеров и даже вертолетов Первый советский карт был построен в Харькове в 1960 году Там же открылась и первая секция картинга Новый вид автоспорта очень быстро распространился И стал популярным на всей территории Советского Союза К концу 80-х годов в Омской области картингом на станциях юных техников Занимались около тысячи мальчишек Сегодня в нашей области работает 10 таких клубов В одном из них занимается Кирилл Чудочкин Он – потомственный гонщик Детское увлечение деда перешло ему по наследству Кириллу 11 лет Уже два года мальчишку как магнитом тянет на картодром Побед в соревнованиях у него еще нет Пока только тренировки и тренировки Мне нравятся адвенолин, звук ее, мощных моторов И проходить трассу Как и любой вид спорта, картинг дисциплинирует мальчишек Учит владеть собой, анализировать ситуацию, просчитывать риски Кроме спортивных качеств, картинг воспитывает много другого полезного, что пригождается в жизни Например, ребята начинают здорово разбираться в автотехнике Собрать, разобрать карт для них – не вопрос Ребята набираются навыкам практическое вождение автомобиля Это будущие наши водители городских улиц, будущие защитники отечества Минус только один – это увлечение относят сегодня к разряду недешевых Критерии безопасности и скоростные ограничения в гонке за последние 50 лет очень изменились И поэтому самодельные машины из водопроводных труб и мотоциклетных колес для больших соревнований уже не подходят Ребятам, которые почувствовали вкус к автоспорту и показали серьезное отношение к делу Родители приобретают карты фабричной сборки Не только технические виды спорта имеют дорогую экипировку Именно мы говорим сегодня про экипировку, про технику Но в наших спортивных школах, в наших клубах еще есть картинги, которые мы можем первоначально все-таки детей принять Где-то попробовать для того, чтобы ребенок понимал или родители понимали, поедет он в картинг или нет Михаэль Шумахер, самая яркая звезда самого престижного соревнования автогонщиков Формулы-1, тоже начинал с картинга Обладатель многочисленных рекордов, самый успешный пилот за всю историю автоспорта Он сел в карт в 4 года, и это увлечение стало делом всей его жизни Большинство успешных российских автогонщиков тоже начинали именно с этих скоростных мини-машинок Роман Русинов, Виктор Маслов, Михаил Алешин В своих интервью они не раз признавались, что именно занятия картингом определили их дальнейшую судьбу На сегодня самый современный картодром Ловской области находится на территории СААФ Краса признана одной из лучших в Уральско-Сибирском регионе Она спроектирована профессиональными пилотами, и поэтому безопасна как для спортсменов, так и для не очень опытных водителей Мы имеем профессиональную трассу, проводятся у нас 4 этапа чемпионата Омской области 2 этапа мы проводим кубок ДОСААФ И также у нас проводят областная станция юных техников, проводятся соревнования для детей, которые занимаются у нас в сельских районах Есть у нас секция в Азово, есть секция в Василькуле, есть секция в Калачинске Программа тренировок и соревнований довольно насыщенная В течение сезона юные спортсмены участвуют в 12 соревнованиях Между клубами идет острая интересная борьба В последнем сезоне в командном зачете лучшими стали детско-юношеские секции ДОСААФ, спорткруиз и городского центра детского творчества В личном первенстве в нашем зачете в этом году Кубки России и Сибири Картинг – одна из разновидностей автоспорта В Омском региональном отделении Ростов есть еще авиационные виды стрельба, кинологический, радиотехнический и один из самых зрелищных – водно-моторный спорт Честно признаюсь, глядя на ребят, которые так резво несутся по водной глади на моторных лодках и скутерах, каждый раз испытывают чувство легкой зависти Красота, риск, бесконечный простор – столько всего в этом спорте Я познакомилась с ребятами из водно-моторной секции и они рассказали мне о своем увлечении Вот за такую лихость многие и любят водно-моторный спорт В конце лета ребята не упускают теплые дни и вовсю гоняют друг за другом на перегонки по водной глади Иртыша В этой тройке соревнующихся лидирует Женя Шалыгина Занимается она в секции три года и в ее копилке уже есть медали региональных и всероссийских турниров Я выбрала твит спорта, потому что мой дедушка занимается здесь, мама раньше занималась, папа тоже занимался и бабушка тоже Если кто-то думает, что ничего сложного в управлении моторной лодкой нет, то Женя с этим не согласна В некоторых ситуациях, особенно в гонке, нужно уметь хорошо манипулировать техникой Не просто надо там подруливать, что-то на волнах качают, могут быть перевороты, у меня их ни разу не было еще Появление девочки нетипично в технической секции На полсотни ребят представительниц слабого пола всего три Тем не менее, мальчикам они не уступают ни в чем Иногда бывают девочки наоборот более в гонке, сорви голова, чем мальчик Я думаю, ну потому что здесь нужно еще продуманность, продумать каждый шаг в гонке Потому что это же скорость, в лодке тормозов нет, у нас говорят, тормоза придумал трус Поэтому надо все заранее просчитать, как ты пройдешь поворот, как ты выберешь траекторию, какую там с соперниками Я думаю, девочки в этом плане, наверное, даже в чем-то заранее продумывают В секции несколько возрастных групп Самые младшие начинают заниматься на небольших моторных лодках Становятся постарше, переходят на катамараны, спутеры, глиссеры Спортивная моторная лодка совсем небольшая В ней помещается только один человек Широко используются в детско-юношеских секциях Развивают скорость в зависимости от класса, от 40 до 75 км в час Гидроцикл или водный мотоцикл предназначен для сколежения по водной поверхности Бывают стоячие и сидячие Первые предназначены для спортивных гонок, вторые для отдыха Развивают скорость до 120 км в час С появлением спортивных гидроциклов зародился такой вид спорта, как аквабайт Катамаран Судно с двумя корпусами, которые соединяются сверху мостом Катамаран развивает скорость до 250 км в час Детско-юношескую секцию в одномоторных видах спорта в справочнике долго искать не придется Она единственная в нашей области и находится на левом берегу Иртыша в районе Ленинградского моста Здесь всегда многолюдно Полсотни подростков посещают занятия В холодное время года занимаются в помещении спортшколы Подкрепляют практические знания теоретическими Это и безопасность на воде, и тонкости, связанные с техникой Ребята у нас занимаются, ну те, конечно, которые любят технику, не боятся грязи, ну то есть, скажем, не белоручки, так сказать, ну не мамины сыночки Представители омской секции в одномоторного спорта успешно выступают на соревнованиях различного уровня В минувшем сезоне наша команда стала обладателем Кубка Сибирского федерального округа На последнем первенстве России в различных возрастных категориях Наши юниоры четыре раза поднимались на пьедестал почета Завоевали одну золотую, две серебряные и бронзовую медали Мы сегодня успели рассказать только о двух технических видах спорта Всего же в Омском региональном отделении клуба Ростой их 13 И это повод приехать сюда еще не один раз, чтобы рассказать обо всех Но это будет в другой программе, а на сегодня у нас все Занимайтесь спортом Субтитры создавал DimaTorzok